Нас убивают, а мы живы На некоторых смотришь, как он еще живой Да потому что только Бог решает, кому жить Да, Он сказал, зачем тебе умирать не в свое время, но все равно в его власти ключи ада и смерти Никого смерть не может взять просто так Поэтому пока человек жив, значит Господь этого хочет Хочет Не так давно читаю, ну написал один там человек в интернете Я его с ним познакомился, когда он был служителем, ну не буду там конечно имена некие называть Но довольно таким гремящим служителем, его знали по имя, фамилия И он был там в друзьях у великих, великих, более великих еще, чем он сам Но потом как-то раз он и свинтил, срулил, пропал Потом как-то всплывал в не очень хорошем таком состоянии И вот недавно как-то всплыл уже и не тонет, ну как бы не пропадает И он как-то раз ко мне, значит, в друзья, говорит, ну давай дружить А я как-то забыл чуть-чуть за него, о, нашелся Думаю, дай зайду посмотрю, чем человек живет И вот что он написал Я сейчас выдержку небольшую взял, чтобы процитировать Так, то есть он написал такие вещи Я психолог Ну то есть он как бы о себе, заходишь на страницу и он вот пишет Я психолог За эти 10 лет я пробыл в себя в разных областях Был коучем Священником Тренером по фитнесу и даже епископом Изучал различные прикладные дисциплины И постоянно продолжал практиковать как психолог И знаете, когда я это услышал, все стало понятно для меня Почему человек свинтил То есть я его узнал, когда он был, да, вот епископ Известный такой он был, довольно знаменитый В кругах таких вращался Но вот сейчас, как бы пройдя разные там потрясения Он четко и конкретно сказал Я психолог Я пробовал себя В фитнесе В религии там Епископ даже стал Знаете, можно стать епископом Придолжены как бы сноровки Не всегда это божье призвание Если человек пастор, епископ Это не значит, что его Бог поставил Есть вот психологи А психологи, вот вы сидите на меня смотрите Был бы я психологом, я бы начал уже Считывать какие-то показания И подстраиваться Я так не умею, но я допускаю, что надо психологи Так, что здесь, контингент какой Что тут хорошо зайдет, да Ага, как их тут взять, да, публику Психологи И вот он сказал, я психолог Все, на сегодняшний день он уже не пытается быть священником Тренером по фитнесу и епископа Он говорит, я психолог, обращайтесь ко мне Научу, как жить Когда Ну вообще, за психологию скажу Когда священник становится психологом Это одно Но когда психолог становится священником Это две разных вещи Я допускаю, что священник может изучить Какие-то там грани психологии Это же наука о душе То есть есть все равно Человек может взять на вооружение Будучи священником в основании своем То есть что-то понимать Почему один там Ну это другой ржет постоянно Да, вот в чем В чем их проблема И они не могут Да, согласиться Может где-то психология На основании слова Божьего Может приоткрыть какие-то вещи Но когда человек в своем основании Психолог И он берет библейские вещи Чтобы дополнить свою психологию Просто вот как бы Практиковаться на Кошках То есть, зная Манипуляционные вот эти все моменты Подмешав туда религию Ведь верующие люди Очень доверчивые Ну были, не знаю, как сейчас Я сколько помню И сам очень доверчивый Тебе скажут Иисус И ты бежишь Скажут Любовь Разве может быть плохо Там, где написали Любовь На заборе Я туда бегу И людей используют Разводят То есть, есть Это разные вещи И важно Кто ты в корне Кто ты по сути Кто ты в сердце На самом деле Психолог или пастор Дальше Очень много Я натыкался на такое Наверное, вы То же самое Когда человек говорит Да ты грешник Да ты наркоман Да ты блудник Да ты пьяница И вот как мы можем Ведь Библия же говорит Что есть такие люди Нечестивые 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 Ты нечестивые Как ты это определил Ну ты вот это И вот это делал Значит ты Нечестивые Если ты колешься Ты наркоман Ну логично или нет Логично Бухаешь ты пьяница Блудишь ты блудник Решишь ты грешник И мы тогда Задаем следующий вопрос А кто же такие праведники Как определить Как выявить в толпе Ну пьяницу видно в толпе Как праведника Выявить в толпе И естественно Что мы скажем Ну по поступкам А вот если он Добрые дела делает А теперь вопрос какой Может ли нечестивый Делать добрые дела Ну конечно Кто ему мешает Для какой-то Своей выгоды Да может просто Захотелось ему Но он же не перестает Быть нечестивым И он не становится Праведным из-за этого И праведность И нечестие Это какая-то Суть человеческая Это не столько дела Потому что дела Могут быть Могут не быть Есть Знаете Наркоманы Которые не колятся Но они наркоманы По жизни Он все время Смотрит туда Он тоскует Об этом Его водят Пока на поводке Он не колется Но вся его Все его мысли Там Там Он на служении Поет Славит Бога А мы делаем вывод О смотри Праведник А душа Его не тут Он томится Помести Праведника В грех Он начнет Томиться Во грехе Ему плохо Там Если человек Праведник Он может Колотся Бухать Блудить Но его сердце Не там Он не может Наслаждаться Этим грехом Его душа Тянется К Богу Потому что он Праведник В сути своей Хоть и обколотый Или там Выпивший Вот есть люди Вы репцентрами Занимаетесь Вот он Наркоман Что ты с ним Не делай Вози его По конференциям Подставляй Под любые руки Священников Помазанников Он Переживает Помазание Он поет Он радуется Но стоит Только Отвернуться И он уже там Колется Потому что Его суть Его дух Его душа Он этого Желает Жаждет У нас один Был такой Кадр Слава Богу Бог его изменил Ночная Мы в таком Просто Вау Божьем присутствии Расплавными Мозги не работали Я помню Эти ночные Я не могу Даже Понять Где Что мы тут делаем Такой вот Вечность И с нами Один Тоже В этом Всем Потом Как-то Три часа ночи А где Где он Где он Ночь Это Деревня Идти Некуда А он Собрался Вот с этого Всего И пешком Пошел Колодца В город Вот Представляете Он находится И в этом Всем Его душа Хочет И он Пошел Ночью И Потом Конечно Мы узнали Это Но сейчас Слава Богу Перемены Произошли Итак И блудник И праведник И нечестивый И святой Они определяются Не столько делами Сколько Внутренней Природой Своей Потому что Грешник Но он может Не грешить Какое-то время Но если в душе Человек любит Грех Значит он Грешник Если он Хочет Он ждет Он Понимает Что вроде как Нельзя Но когда Подворачивается Возможность Он начинает Наслаждаться Если вы были Когда-то в падениях А вы Дитя Божье Вы знаете Что вы не можете Уже Наслаждаться Грехом Он Вот тут Он От него Блевать Хочется От греха Общество Нечестивое Начинает Вас Выталкивать Морду Набьют Вы там Чужой Для них Вы не можете С ними Просто Вот на одной Волне Плыть Потому что Ваше Внутро Другое Итак Неправедный Человек Может делать Добрые Правильные Праведные Дела Но это Не делает Его Праведников Младший Сын Ушел Из Дома Отца Прокутил Своё Наследство С блудниками Грешниками Но при Всем этом Он Остался Сыном Своего Отца Он Не перестал Быть И отец Не вычеркнул Его И он Говорит Это мой Сын Пропадал И нашёлся Он Несмотря на Всё своё Поведение Остался Сыном Вот это О чём Сегодня И послание Чтобы понимать Любую проповедь Поимите Вот такую вещь Вот допустим Если мы Возьмём Истину Вот От Альфы И вот Вот она Омега То есть Всё что между Альфа и Омега Это истина То любая проповедь Берёт лишь Маленький Отрезок От истины И в одну проповедь Невозможно Вместить От Альфы До Омеги Всю истину Невозможно Поэтому нам Бог дал Столько лет жить Чтобы мы читали Слово Познавали Поэтому Сегодня Будет какой-то Фрагмент Вот из Общей картины И всегда можно сказать Ну а как же Насчёт этого А как же Насчёт этого И этого И этого Поэтому Библия Книга Толстая Здесь много Чего написано И мы живём Не три дня Как бабочки Да Познаём Бога С годами Я удивляюсь Как открывается И открывается И конца Не видно И чем больше Живёшь Тем понимаешь Если раньше Я думал Что я несу Почти весь отрезок От Альфы До Омеги То с каждым Годом Я понимаю Вот так Сужается Сужается Что мне Открыта Какая-то Маленькая Часть От целого И чтобы Бог Намного Больше Моих Рамок И пониманий Итак Младший сын Всё ещё Оставался Сыном И когда Сын Возвращался Домой Отец Не сказал Ему Иди Помойся Иди Переоденься Иди Выведи Лишаи Свои В шею Буду тебя Трогать Ещё Заболею Отец Сам Побежал К нему Навстречу И Обнял Его Я просто Когда эту картину Недавно Увидел В духе Вонючего Вшивого Писан И вот Такое Пришло Что-то И он Его Обнял И говорит Всё Мой Мой Сын Вернулся Вот Так Бог Относится К своим Детям Но вопрос В том Дитя Ли Я Бога Или Делаю Вид Что Я Дитя Бога А это Уже Вопрос Рождения Свыше Галатам Шестая Глава Стих Пятнадцать Написано Во Христе Иисусе Не имеет Значения Ни Обрезание Ни Не Обрезание Что это Обрезание Дела Внешние Наши Дела Подтверждающие Принадлежность К Богу И Павел Пишет Не имеет Силы Ни Обрезание Ни Не Обрезание Но Новое Творение Если Ты Новая Тварь Не важно Обрезан Ты Или Не Обрезан Я Помню Как Такой С Такой Психологией Мы Росли Это Нельзя То Не Смотри Это Не Слушай Бесы Войдут Только Дотронешься Все Умрешь Вот только Это Сделай Бог Навсегда Тебя Вычеркнет Из своих Списков Молись Не молись Все уже И Знаете Я Я Заметил Что Я От Этой Святости Становился Злым Потому Что Любой Кто Не Соблюдал Это Все Просто Руки Не подам Больше Никогда Должна Вам Родиться Свыше И Никодим Человек Не глуп Если Он Был Среди Учителей Израиля А там Люди Там Глубина Друзья Если Даст Вам Бог Соприкоснуться С Действительно Еврейскими Равинами Которые В этом Всем Живут Поколениями То Наша Мистика Это Цветочки В чем Там Ребята Прибывал Кабала Вы Слышали Все Там Ребята Я не говорю Что это Хорошо То есть Никодим Не был Такой Дядя С улицы Какой-то Светский И он Начал Ну Как Это Может Быть Что У меня Опять В утробу Как Матери Матери Уже Нет И Как Это Может С Человек А Иисус Говорит Слушай Ты Учитель Израиля Не Понимаешь Этого Мы Говорим Вам О земных Вещах Вы Не Понимаете Что Будет Если Начнем Говорить О небесных Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Не Может Войти В Царство Итак Рождение Свыше Это Когда Меняется Нутро Человека И Пока Человек Не Рожден Свыше Что Ты С Ним Не Делай Сколько Волка Не Корми Вот Если Человек Наркоман И Он Не Родился Свыше Он Может Десять Лет Вот Вокруг Да Около Вокруг Да Около И Пока Ты Его На Буксире Тянешь Он Хороший Он Знает Библию Наизусть Он Все Знает Как Делать Но Его Сердце Сердце Там Оно Нерожденное Свыше И Я Так Удивлял Ну Как Можно Как Можно Взять И Туда Соскочить Рождение Свыше Я Помню Мое Рождение Свыше Мне было Когда я услышал Евангелие 15 лет Мой Папа Мне Рассказывал Начал Водить На Служение Честно Говоря Меня Это Не Касалось Я Приходил Там Ради Него Чтобы Он Не Бухал Только Пусть Ходит Куда Хочет Я Ходил В любую Контору Потому что Он Перестал Пить И Вот Если Он Меня Тянул Я Приходил Не Тянул Я Не Ходил На Служение Ну Мы Не Жили Вместе Поэтому Он Как-то Так Вызванивал Меня Я Читал Библию Как-то Рассказывал Чтобы Мне Не Сломали Ногу Еще Раз Я Занимался Единоборствами Я Думал Буду Читать Библию Чтобы Бог Меня Боженька Не Бог Боженька Хранил Кости Моих От Переломов У У Меня Просто Был Перелом Перед Этим Я Перед Тренировкой Помню Открывал Три Головы Я Прочитывал И Шел То есть Я был Грешник Мне Хотел Я Любил Грех Любил Грех И Когда Я помню Шла Молитва И Мы Молились Я Тоже Молился Да Вместе Со всеми Закрывал Глаза Я Думал Только Пачки Сигарет ЛМ Которые Лежат У меня В кармане Я думаю Сейчас Сейчас Уже Это все Закончится И Я Выйду Я Всю Молитву У меня Мысли Были Об Этому Естественно Я Где-то Потом Бежал За гаражи Пока Там Проповедь Шла И Вот Это Длилось Полгода Полгода Я Бегал На служение Когда Папа Там Меня Тянул Звал Молился Руки Поднимал Мне Кажется Я Даже И На Языках Уже По-моему Молился Я Точно Не Помню Но Я Не Был Рожден Свыше То Есть Внутри Меня Жил Тот Старый Самый Старый Человек Которому Нравилось Все Что Ему Нравилось До Знакомства С Христианами Просто Конечно В Христианской Среде Разве Плохо Здесь Хорошо Здесь Тебя Любят И Как Вы Говорите Мы Тебя Любим И Ну Кому Это Может Не Понравиться Поэтому Есть Многие Люди Им Просто Здесь Реабилитационная Такая Прийти Раны Залезать Тебя Поддержат Помолятся Отмолят Отмоют Покормят Друзья Все Люди Приветливые Никто Не Пошлет Никуда Тебя Ну Это Только Надо Заслужить Прямо Чтоб Тебя Послали С Церкви И Вот Я Такой Был И Потом Один Момент Когда Папа Мне Говорит Юра Поехали На Конференцию В Мелитополь Приедет Алексей Ледяев А я Уже Знал Ледяев Знал Что Это Крутой Чувак Я Такой Был Уже 16 Было О Ледяев Мы Его Видео Смотрели Вот Это Интересно Чисто Поехать Тусануться Посмотреть Было И Еще Что Меня Подмыло Что У меня Экзамены В школе 9 класс И Папа Говорит Да ладно Поехали Я Напишу Записку Потом Я Думаю Класс Еще Экзамены Прогуляю И Мы Туда Уехали В Мелитополь Ну Это Савдепи Да И Я Помню Это Первый День Класс Много Людей Музыка Все Ну Класс Душа Душа Нравилась Моей И Вот Там И Проповеди И Потом Какой-то Я не помню Второй Что Ледень Алексей Ледяев Он Проповедует О Божьей Любви И Меня Накрывает На этой Проповеди И Я Начинаю Плакать И Плакать Так Что Аж Сопли Пузырями И Мне Не Стыдно Вообще Прямо А там Может Тысячу Или Две Тысячи Человек Такой Зал И Я Я Просто Я Осознаю Что Бог Меня Любит И Я Чувствую Его Главное В тот Момент Но Это Вот И Было Момент Рождения Свыше То Под Конец Я Не Помню Даже Позвал Людей Молиться А тогда Все Бежали Надо Не Надо На Молитву Это Уже Все Как В Тумане Но Когда Я Возвращался Оттуда Назад Я Уже Вернулся Молания В жизни Приехав Домой Под утро По-моему Это Было Уже Четыре Или Пять Утра Помню Что Только Рассветало Я Перед Тем Как Лечь Хотел Почитать Библию Я Получаю Первое Откровение В жизни Мое Я Читаю Луки И Вдруг Мне Дух Святой Открывает Что О чем Это Никогда Такого Не Было Я Уже Не Успок Спать Это Настолько Было Я Потерял Общение Со Всеми Друзьями Я Их Просто Сверх Естественно Не Встречал На улице Хотя Жил Возле Школы Полгода Я Никого Не Встречал И Не Ходил На Эти Нычки Где Там Вот Это Все Было И Когда Я Уже Конечно Их Встретил Через Полгода Это Уже Было Ну Это Другая Меня Тянуло В Церковь Я Познакомился С Дмитрием Крюковским Как раз Вот В этот Момент И Мы Стали Дружить Мы Каждый День Встречались Общались Ночные Молитвы То есть И Меня Не надо Больше Было Звать Никуда Это И Было Изменение Нутра Человеческого И Пока Нутро Человека Не Поменяется Иногда Мы Можем Все Вопрос Задать Может У Нас Чего-то Не Хватает Может Вот Помазания Мало Вот Если Бы Может Быть Как Там У Я Не Знаю Кто Для Вас Авторитеты Есть Какие-то Остались Вот Если Как Вот Там Было Бы Здесь Все Понятно Было Сейчас Уже Такое Время Уже Авторитетов Никак Нет Уже Назовешь Авторитет А Кто-то Скривится Дело В том Что Рождение Свыше Это Тайна И Нет Никакого Метода Как Родиться Свыше Вот Какой Повторяем Молитву Покаяния Что я ее Не повторял Повторял Много Раз Сразу К 50 Привезли С гипсом Еще Я все Повторил Потому что Как не повторить Когда 10 Мужиков Вокруг тебя Стоят И говорят Повторяй И ты не понимаешь Что от этих Сектантов Можно ждать А уйти Нет возможности Бог все Предусмотрел И сломанную Ногу Я повторил Но я не родился Свыше Я вообще Ничего не пережил В этот момент Говори Аллилуйя Пока язык Не заплетется Это второй этап Был Там же Сейчас Смешно А я говорил А у меня не заплетается И не заплетается Они все на языках И главное Пятидесятников Есть такая Фишка Они измором Берут Всегда То есть Если так Мы там Попробовали Пять минут Ну ладно Иди То там Это До победного У них Свои дома Молитвы Аренды Нет Поэтому Надо мной Стояли Долго Ребята С папой Моим Там тоже Во голове Но ничего Не произошло Почему я родился Свыше Тогда Вообще Не имею Понятия Никакого Никакого Не знаю Почему Вот Один Родился Свыше А второй Нет И один Жаждет Бога А другой Его Не жаждет Я не знаю Потому что Рождает Свыше Господь Мы можем Взять Человека И напрягаться Всем Чем можем А он Свыше Не родится А почему Не знаем Никто Не знает Нам Говорилось Как Вышли Вперед Произнесли Молитву Покаяния Теперь Вы Рожденные Свыше Но это Не так Такого Нет В Библии Даже Дух Дышит Где Хочет Там же Иисус Говорит Иоанна Ты И не знаешь Откуда Приходит Куда Уходит Почему Так Одно У меня Есть Объяснение Что Бог Сердцеведец И Когда он Иакова Возлюбил А Исава Возненавидел Когда Эти Дети Еще не Сделали Ничего То Господь Уже Знал Жизнь Каждого Из них До конца И что Выберет Иаков И что Выберет Исав Возможно Это отчасти Объясняет Помните Он говорит Что Вымытая Свинья Идет Валяться В рясь Сколько Немой Это Ее Природа Что Же Делать Я думаю Как Минимум Молиться За Таких Людей А Как Максимум Перестать Их Таскать Перестать Создавать Имитацию Того Чего Нету Человек Не Хочет Доброхотно Дающего Любит Бог Никого Помню У одного Одного Пастора Такая Программа Буксир Никто Не застал Это В 90-х Она Говорила Мы На буксире Должны На небо Кого-то Затянуть Ну То есть Взять На буксир Затащить Я Сегодня Убежден Не Получится Кто Не Родится Свыше Не Может Войти В Царство Небесное Молиться За Людей Но Если Человек Хочет Грешить Любит Грешить Если В этом Его Натура Мы Его Переделать Не Можем Ни Школами Я Думаю Ни Инкаунтерами Хотя Это Шанс Для Человека Меня Бог Видите На Конференции Коснулся Но Это Могло Произойти Где Угодно Но После Того Момента Все Жизнь Поменялась Никого Не Надо Строить Убеждать И Заставлять Бог Сердцеведец Поэтому Я хочу Сказать В конце Вот Тем Из Вас Кто Есть Божий Сын Кто Рожденный Свыше Кто Знает Что В нем Живет Дух Святой Ведь Это Подтверждение Нашего Спасения Когда В человеке Живет Святой Дух Не Внешнее Вот Это Помазание Помазание Внешнее Все Могут Испытывать Более Того Мы Часто Путаем Внешнее Помазание С Душевной Экстазом Лучший Пример Начинает Играть Какая-то Песня И Тебя Накрывает Мурашками А Она Вообще Мирская Это Душа Так Реагирует Душа Реагирует На Помазание И Не Всегда Это Дух Святой Внутри Человека Но Если Во мне Живет Дух Святой Если Я Божий Сын Может Быть Это Не Очень Как Бы Христианских Канонах То Что Бы Я Не Делал Чем Бы Я Не Занимался Куда Бы Я Не Вляпался Я Остану Божьим Сыном И Меня Будет Тянуть В Дом Моего Отца Как Того Уникальна Но Я Это Говорил Много Раз Повторю Еще Раз Нигде В Библии Этот Младший Сын Не Назван Блудным Сыном Как Его Назвали Люди Этого Нету Бог Не Называл Его Блудным Он Остался Младшим Сыном Блудный Это Уже Люди В Аннотации Притча О Блудном Сыне Но В Библии Нету Такого Названия Смотрите Есть Наркоман Который Пытается Быть Сыном Божьим А есть Сын Божий Который Наркоманит И Это Две Разные Вещи Если Я Наркоман И Я Пытаюсь Стать Сыном Божьим Не Колюсь Хожу В Церковь Все Соблюдаю Библию Читаю Посты Держу А Внутри У меня Живет Вот Эта Гадина В Любом Человеке Вот Мы говорим Зверь 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 Он Есть В Плоти Человеческой Этот Зверь Если Я Сын Божий Где Бо Я Не Находился Куда Бо Я Не Впадал Моё Будет Тянуть Меня К Богу Всегда Мне папа Рассказывал Что Когда Он Был В Отступничестве Шесть Лет В Алкоголизме Он Говорит Знаешь Я Всегда Знал Что Это Не Навсегда Я Всегда Знал Что Я Божий И Как Бы Все Не Выглядело Ну Понятно Что За Шесть Лет Все Отреклись Он Уничтожал Себя Шесть Лет Но В Один Прекрасный Момент Он Говорит Я Лежал Уже Все И Бог Пришел А Сын Божий Знает Своего Отца И Говорит Я Хочу Поднять Себя А Он Начал Ему Бог Зачем Тебе Ну Это Шучит Зачем Я Такой Тебе Просто Дай Мне Возьм Я Подниму Тебя И Он За Два Месяца Фактически Стал Уже Священником После Шести Потому Что Он Оставался Сыном Божьем Даже Находясь В Глухом Отступничестве А Почему Это Произошло Понятия Никто Не И И Может Быть Сегодняшние Падения Наши Сохранят Нам Вечную Нашу Жизнь В Итоге Вы Знаете Что Такое Гордость Это Похуже Наркомании Похуже Блуда Похуже Алкоголизма Потому Потому Что Когда Я Будучи Божьим Ребенком Грешу Я Понимаю Что Я Делаю Я Понимаю Как Это Выглядит В Глазах Бога Я Понимаю Что За Этим Может Последовать Но Когда Я В Гордыне Я Не Понимаю Это Гордыню Осознать И Религиозная Гордыня Это Еще Хуже Обычной Человеческой У меня Нет Другого Рецепта Я На себе Испытал Единственный Такой Действенный Метод Это Лицом В грязь Упасть Видели Вот эти Фильмы Где он В лепешку Упал Потом Поднимается И все Лицо В дерьме И ты Такой Вот Как бы Господи Что Мне Делать Вот Это Я Дал Прости Господи Что я себе Подумал Я Непотопляемый Крейсер Аврора Или что Какой-то Непобедимый Богатырь Бессмертный И вот Это Вот эти Падения Иногда Они Нас В себя Возвращают И мы Начинаем Вспомните Себя После Падения Какое Сердце Хорошее Какое Мягкое Трепед Как Готов Прощать Других Любить Как Рад Каждому Дню Рад Мелочи Любой И когда Ты В религиозной Гордыне Злой Такой Неприступный Такой Святой Что Аж Тошнит От тебя Уже Вот Тьфу Это намного Хуже До такого Человека До стучаться Невозможно Принял Услышал Был бы я Вот В своем В свои Вот эти Ну как Лучшие Не назову Годы Такие Вот Попробуйте Обличите Меня Подойдите Я Аж Непогрешимый Был Я Был Не Беспятная Порока Молитва Постоянно Посты Я Допостился До того Что Чуть Здоровье Себе Не угробил Постами Ну я Был Так Горд Моими Постами И когда Где-то Заходило Ну что Кто Сколько Постился Вообще В жизни Потом Появился Правда Рома Романюк И И Уничтожил Мою Гордыню Своими Постами Ладно Не буду Восхвалять Его Чтоб Не Подставлять Ну вот Так Вот Так Слово Надо Понимать Что Никого Мы На буксире Не Затянем Есть Только Одно Действенное Средство Рождения Свыше Если Человек Рожден Свыше Так Хоть Куда Его Золотая Золотая Вещь Кинь В грязь Она Остается Золотой Вещей Просто Грязной Но Она Не Теряет Своего Свойства Отмыли Ее И Она Опять Золотой Стала Я Пришел Вот К Чему Если Мои Усилия Не Помогают Человеку Я Перестаю Пытаться Изменить Его Это Не Значит Что Отречь Можно Ему Помогать Молиться Да Но Пытаться Сделать Из Человека То Что Даже Бог Не Может Сделать Очень Глупо Возможно Он Не Прошел Еще Свою Дистанцию Вот Эту Египетскую Он Родится Свыше Я Видел Бабушек В доме Пристарелых Где Мы Служили Ну Какое То Время В Прошлом Где Бабушка Рождалась Свыше За Неделю До Смерти Ей Было Там Ну 85 Или 90 Она Когда Мы К ней Приходили Она Мат Перемат Мат Перемат На Пасху Бухать Ну Вроде Покаялась Жемыши Бабушка Нельзя Пить Алкоголь Это Дьявола Нет Нам Батюшка Разрешал Всегда 80 Лет Сколько Помню Каждую Батюшку На Пасху Не Грех И потом Я приходил Говорит Ваша Баба Аня Поговорите С ней Она Бьет Других Бабушек Она На Двух Костылях Как Она Била В общем Такой Разбойник В татуировках Такая Бабушка Я Я Первый Раз Такую Встретил Баба Аня Но Нас Любила Вот Меня Галю Не знаю Ну Никого Не Был Никто Не Ходит Мы Ходили И Я Сколько Помню Я Все С ней Говорил Она Да 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 И Вот Эти Матюки Она Уже Не Контролировала И Когда Через Полгода Может И мы Приходим И Нас Кто Подзывает Что Вы Сделали С Бабой Аней Да Ничего Особенного Не Делали Она Говорит Изменилась Она Говорит Перестала Задевать Других Ругаться Никому Не Бьет Тихая Такая Стала Что Вы Сделали И Буквально За неделю До смерти У нее Попал Дар Речи То Даже Уста Чтобы Очищены И Она Стала Как Ангел Такая Лежит Блаженная И Я Уже Понял Что Господь Ее Там Потому Что Очень Часто В доме Престарелых Было Один За Одним Я Тогда Еще Говорил У нас Там 200 Человек Церкви Человек 200 Умерло Пока Мы Там И Вот Она Родилась Свыше В последний Момент Хорошо Это Или Плохо Это Замечательно Да Она Как Младенец Вошла В В Вечность Почему Это Не Произошло 50 Лет Назад Вообще Не Знаю Понятия Не Не Вот Так Вот Поэтому Если Вы Возьмете Грешника Приделайте Ему Крылья Он Херувимом Не Станет От Этого Если Мы Будем Обнадеживать Людей Когда Мне Говорили Юра Небеса Сейчас Ликуют Ангелы Торжествуют Потому Что Ты Родился Свыше А Я Внутри Думаю Я Курить Хочу Какие Ангелы Я Не Чувствую Что Вы Гоните Мне Казалось Что Это Как Игра Какая Надо Подыгрывать И Я Сказал Аллилуйя Но Не Было Реальности Никакой Осознание И Вот Полгода Мне Казалось Что Мой Папа Он Играет Единственное Когда Он Начинал На языках Шпарить Я Думаю Где Он Не Учил Уже У него То Немецкий То Польский Они Разные Французские Вот Это Точно Написано Языки Знамения Для Неверующих Вот Точно Я Слушал Наверное Бог Есть Он Шпарит Откуда Он Знает Языки Аминь Вот Так Вот Поэтому Если Вы Рожденный Свыше Сын Божий Я Прочитаю В конце Ефесянам Первую Главу Родить Свыше Мы Никого Не Можем Бог Рождает Он Отец Проповедовать Увещевать Любить Заботиться Но Не Расстраиваться Если Вымытая Свинья Идет Валяться В грязь Это Ее Природа Что От нее Можно Требовать Чтоб Соловьем Пела Первая Глава Эфесянам И Заканчиваю Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа Благословивший Нас Во Христе Всяким Духовным Благословением В небесах Послушайте Так как Он Избрал Нас В нем Прежде Создания Мира Я верю Что К каждому Из нас Бог Постучал Вовремя В жизни Я очень рад Что у меня Это произошло В 16 В 15 Лет Рано Но даже Если Это Произошло В 85 Лет Супер А почему Так Только Один Господь Знает Почему Так Чтобы Мы были Святы И непорочны Пред Ним В любви Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа По благоволению Воли Своей В похвалу Славы Благодати Своей Я когда эту фразу Читал Всегда Как просто Ну что-то Такое А подумайте Теперь О чем Речь идет В похвалу Славы Благодати Что такое Благодать Это что-то Что ты Не заслужил И получил И Бог Говорит Я хочу Прославить Вот эту Грань Мою Когда Мы Незаслуженно Что-то Имеем Когда Мы Заслуживали Наказание Получали Милость Когда Ты думаешь Ну сейчас Точно Бог Меня Никогда Не благословит После этого Он благословляет Больше Чем Тогда Когда У тебя Все Хорошо Было Это Что Такое Мы Мы с детьми Вот я Воспитании Детей Понял Что нас Всегда Растили В законе Учись Хорошо Будут Тебе Подарки Плохо Учишься Вот тебе В угол Телефона Не будет А что Такое Благодать Допустима Благодать Воспитании Детей Я думаю Что мы Как верующие Родители Призваны Учить Их Конечно И милости И суду Но Благодать Милость Превозносится И сегодня Я Вижу Что Мы Не воспитываем Детей По методу Зарабатывай Себе На подарок Давай Ты должен Постараться Чтобы мы тебя на море Отвезли Или купили тебе Что ты хочешь Ну а иначе Как это там А Бог же С нами Так не работает Я Не знаю Как у вас Мои отношения С Богом Когда я уже Знаете Как дети Вот бывает Что-то сделают И уже Ну приготовились Сейчас Леща Какого-то Получат И я Когда с Богом Так был Вот было Такое Что я уже А вместо этого Что такое На руки поднял Носит Что-то подарил Взял Снял С себя И ты такой Господи Я не понял А наказание Где Ну как-то Нас так вот Учили Что Сделаешь что-то Как Богу Не угодно Он тебя Сразу Ну Жди Неприятности Лучше Из дома Не выходить В этот день Обязательно Что-то Вот такое Вот знаете Оболванины Мы были А Господь Говорит Я призвал Вас В похвалу Славы Благодати Своей И вот Когда я Начинаю Получать То Чего я Не заслуживаю Вот Мое сердце Тут и Меняется Потому что Если я Ну понятно Я молился Я постился Я проповедовал Евангелие И Бог Меня благословил О Конечно Ну как А уж Мог не благословить И Мое Нутро От этого Не меняется Но Когда Происходит Вопреки Логике Здравому Смыслу И Вместо Удара Я чувствую Любящую Руку Да Мне не хочется Грешить После этого У меня Сердце Начинает Плавиться От Благодарности Богу И Были Моменты Когда За свою Шкуру Ты еще Переживаешь Переживаешь А потом Просто Говоришь Господи Я бы Себя На твоем Месте Уже Давно Убил Вот Честно Мне уже Самого Себя Не жалко Вот Уже Пора Чтобы Что-то Там Послать Какую Болезнь Такую Смертельную Чтобы Помучался Потому что Даже За шкуру Свою Не переживаешь Отец Смотрит Сын Я тебя Люблю Когда Младший Сын Вернулся К отцу Не было Никаких Условий Никаких Так Сейчас Испытательный Срок Сейчас Ты подожди Подожди Куда ты Куда ты Не заходи Во двор Пока Давай Принес Нам сюда Надо же Анализы Сдать Вдруг У тебя Коронавирус Ты Обниматься Лезешь Если это Земной Отец Может делать То что же Небесный И когда Прославляется Божья Благодать Это уникально Но я Меняюсь В этот Момент Мое Мое Внутро Начинает Меняться И плавиться Я понял Что Бог Нас Воспитывает Не Кнутом И пряникам Бог Нас Воспитывает Своей Любовью И благодатью И Мое Сердце Хочет Благодарить Его После этого Одно Я знаю Точно Что Дитя Божье Оно Всегда Бежит К Богу За помощью И Дитя Божье Я не знаю Ваш Опыт Никогда Меня Бог Не откинул И не Отверг Сколько Раз Я к Нему Не бежал В каком Бы состоянии Не бежал С какими Мыслями Я не боролся Я всегда Бегу К Нему Никогда Не было Такого Что Холод Всегда Любовь Принятие Объятие Восстановление Три минуты В Его присутствии Мир поменялся И я уже Смотрю на все Совершенно По другому И те вещи Что меня уничтожали Я их просто Стряхнул С себя И пошел Дальше Так Что Теперь Грешить Хочешь Грешить Иди Греши Никто Не держит Никого Никого Бог Под таким Знаете Под дулом Пистолета Святости Не учит Нагрешись Нажрись Уже Греха Если хочется Как младший сын И тогда Возвращайся К Богу Это лучше Чем Вот этот Делать вид Как старший Помните Я Жизнь Никогда Вот это Смотри Что он Творил И тут Взлетел У меня Всегда Один Ответ Когда Говорят На кого-то Пальцах Почему Его Бог Использует Да хочет Так Бог Использует Он же В татуировках Да Какая разница Забыл спросить Да Вот нас Кого Богу Использовать Он же Недостоин Господь Сам решит Кто достоин И кто нет Отец Спасибо тебе За то Что ты Восхотев Родил нас Словом Благовествования Мы не заслуживали Этого И мы не понимаем До конца Всего Но мы просто Любим тебя И благодарим Тебя Что ты Открылся Нам В это Время Что сегодня Мы знаем Тебя И твой Дух Излит В наши Сердца И мы Запечатаны Им Для тебя И что Никто Не похитит Нас Из руки Твоей Мы благодарим Тебя Что ты Никогда Не вычеркивал Нас Из книги Жизни Когда мы Отступали Когда мы Не слушались Тебя Мы благодарим Тебя Что ты Как отец Ждал 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 Когда твои Дети Вернутся В дом И мы молимся Чтобы Как написано Они победили Клеветника Кровью Агнца И словом Свидетельства И не возлюбили Души своей Даже до смерти Пусть Пусть клеветник Будет Посрамлен В нашей Жизни Мы Избираем Слушать Твой Святой Дух Который Ведет Нас В твое Присутствие Мы Отрекаемся От того Чтобы слушать Клеветника Который Уводит Нас Прочь От тебя Ты Наш Отец Мы Твои Сыны И дочери Мы С тобой Навеки И никто Не отлучит Нас От твоей Любви В Иисусе Христе Слава тебе Отец Благодарим тебя За жертву Христа Которую Он расплатился За все наши Грехи И преступления Благодарим тебя За милость Твою Которая Привознеслась Над судом За оправдание По благодати Через веру Слава тебе Слава тебе Слава тебе Господь И мы молимся Также за тех Божьих детей Которые Сегодня Находятся В рабстве Греха В рабстве У сатаны И сатана Думает Что он Победил Что это его Трофеи Но по слову Господа Мы высвобождаем Это обетование Ты возьмешь В плен Пленивших Тебя И ты будешь Господствовать Над угнетателями Твоими Восстань Господь В силе Своей В этих Людях Пусть поднимутся Эти Давиды Пусть поднимется Твой Дух Мощный Посреди Всей этой Грязи Разврата И греха Которые Они были Уловлены И Твой Дух Вернет Их Домой Вернет Их На место Их Предназначения Господь Халлилуйя Слава Тебе Слава Тебе Господь Почему-то Сейчас Дух Святой Показал Мне Самсона Не было В мыслях Об этом Говорить Но я Увидел Самсона И В христианских Учениях В основном Это негативный Пример И всегда Говорилось Вот Самсон Вот хороший Пример Когда есть Помазание Но нету Характера Ну все это вы слышали Но Именно Самсон Также упомянут В послании Евреям О вере И что Он назван Пророком Даже И несмотря На все его Вот эти Вот Куролесения Которые Вообще Непонятны Еще пока Нашему поколению Что это было Зачем Его было Избирать Такого Человека Неужели В Израиле Больше не было Никого На тот момент Но сам момент Он ослепленный Как Говорит Позовите Самсона Пусть нас развлекает И в этот момент Он рушит Помните Эту Храм И он уничтожает Все начальства И власти Филистимские Тогда И написано В тот день Он убил Больше Филистимлян Чем В свою жизнь И он убил Не просто Воинов Он убил Начальников Королей Он убил Вот всю Эту верхушку Власти Уничтожил То есть Он снес По сути Да Голову Нации Этой И мы Понятно Неоднозначно Сто процентов Не вкладывается Христианское Учение Сто процентов Но результат Тот О котором Написано И он упомянут В главе О вере С такими людьми Как Авраам Моисей Давид И так далее И Самсон Там И я помню Когда стучали От Самсон Пошел в ад Вот это вот Пошел в ад Как будто Любимая была Какая-то фраза У христиан В ад пойдешь Мне говорили Будешь слушать Вилли Токарева В ад пойдешь А я любил Слушать Вилли Токарева Я говорю Почему я пойду В ад Он поет Яблочко Куда ты котишься К черту В лапы Попадешь Не воротишься А вот Почему в ад Пойдешь Я думал Что из-за того Что я грешник Или И вот это В ад В ад пойдешь Я честно скажу Я не думаю Что Самсон В аду Или в озере Огненном Это Божий Человек То что я не понимаю Что там происходило В его жизни И не оправдываю Потому что он За свои поступки Заплатил Жестко Но в конец Венчает В итоге Дело И мы не понимаем Судьбы каждого Нету такой Идеально прописанная Судьба Которую кому Не поднеси Подойдет К одному Подойдет Другого Уничтожит Уведет От Бога Вообще Напрочь Поэтому Слава Богу Идем Каждый Своей Дорогой Друг друга Не давим И не сбиваемся С путей своих Как у Яиля Написано Я никого Из вас На свою Дорогу Не поставлю Храни вас Господь Просто Хотел бы Ты Чтобы Кто-то Как Нет 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 Никогда И я не хочу Не по чьей Вашей Дороге Идти У каждого От Бога Для нас Есть его Уникальная Судьба Ее и надо Прожить Аминь Слава Богу Что Не сдаетесь То ли еще Будет Да Уже Я не знаю Может быть Конечно Нам так кажется Но в этом поколении Уж сколько мы пережили А в Крыму Вообще Отдельная История До сих пор Когда спрашивают А что это у вас В Крыму нету Этого Этого Ну как бы Вы что не Россия Ну как бы Россия А как так Да вот так Вот живем Ничего нету А как вам Прислать денег Ну Никак На собаках Как-то Голубями Там надо уже Учиться Очень интересно Еще и воды Нету Ну в общем Место Место Крым Однозначно Оно такое Маленькое Вот как видите Ключ от решетки Здесь Это о Крыме Здесь Там просто Да вот А что это вообще Табличка Ключ от решетки Здесь И по сути Ключа Как бы Нет Да Но мы то Понимаем Что мы Ключ Божий народ Здесь в Крыму Ключ от решетки Над большой Территорией Не будем Уточнять Какой Потому что Сейчас опасно Уточнять Географию Можно Ответить Потом Аминь 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 Собоя Аминь Аминь Продолжение следует...